Инфест Лайфстилера, ну то есть Дефолтная тема через пак Лайфстилера уже не прокатит, пак в бане Если Исходить из соображения Под какого-то Верспирита, ну такое Нужно все-таки действительно Какой-то парень врывата Ваед заезжает на ласт пик у IG Мягко говоря Такое себе решение, потому что Дэмэдж в фроносферу Здесь посредственное у IG Ну а именно вообще ничего Нету толкового Но с одной стороны это и лучше, то что Вой здесь не будет с таким ключевым героем В замесе 5 на 5, ну а с другой стороны Можно просто своих трансфер Своих ребят закрыть Потому что в свою очередь у FTG Clubs Есть что Накидывать, это Джейн Уокер с прокастами И Лина, ну вот ласт пик Акс, да еще интересный Момент то что у Ребята из У ребят из FTG Clubs У них две замены Посмотрим конечно как Отразится Это на их игре В свою очередь как IG играют Основным составом Ну и понятное дело Они здесь Являются фаритами Ну что ж поехали По составам команд Айджи Бабока Будет играть на Винтер Верни Кюди На Сларке Феррари 430 Рыцарь Дракон Бабока Да, на Виверни Все правильно Икс Будет играть на Фейслис Вайде Ну и на Думе у нас будет играть Товарищ Рок В свою очередь FTG Clubs Товарищ номер один Будет играть На Лине Киан Киан Мидиа На Инвокере Ксяо Гунжу Будет играть На Эрспирити Блин Обожаю их никнеймы Гост Будет играть На Лайвстилере И Ли Экос На Аксе Ничего себе У него сет Прикольный Прям какой-то Намордник Не шлем А намордник А вот так Да Действительно Намордник Напоминаю Господа Что Мы с вами Смотрим Игры На серваках Perfect World А это значит Что в течение Всего Сегодняшнего дня В течение Всех трансляций Я буду Пристально Ну как всегда В принципе Это дело Обращать внимание На лаги Фризы И баги Которые Из покойных веков Свойственны Perfect World И своевременно Вам об этом сообщать Да Вы там не волновались По поводу вашего Какого-то Коннекшена Нестабильного Либо же Браузера Приложения Планшеты И прочие Девайсы Тупят Будем Разумеется Этот вопрос Контролировать Так Начало Вполне Спокойно Собственно Один мидер Забрал Баунтируну Другой мидер Забрал Баунтируну И сквозь Лаги Пробирается На свои Линии Баунтирую У нас Полностью Команды Эту Баунтирую 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 Такое ощущение Сколько Комментирую Китайскую Доту Что Команды Которые Вот Уровнем Ниже Да Ну В данном Случае FTD Клапси Все таки IG Ребята Там Боевые Зарекомендовавшие На мировой сцене В большинстве Своем Ну Чего не скажешь Про FTD Клапси Не в обиду Вот И вот У меня Слалось Такое ощущение Как будто Серваки Похуже Уровни Выдают Потому Потому Что Когда Играет Топочки Не единого Лага Но Опять Таки Здесь Какую-то Закономерность Тяжело Прям Выявить У нас Время Ведя Проблема У Кьян Кьяна Кьян Кьян А Где Твой Векс Кьян Кьян А Зачем Мне Векс Я Стою Один На Один Против ДК Никто Ни Ган Да Неплохо Сыграно Дум Дум Как мы Видим Себя Уже Начинает Реализовывать У него Два Ассиста К сожалению Это единственный Способ Избавиться От лагов На Перфект Фолды Через Рестарт Реконект Других Вариантов Нет Но Остается Банально Ждать Врыв На Феррари Феррари Падал Ультимейт Феррари Толстый У него Вторая Пассив Но Посмотреть Как его Пробивает Он Чет Даже Наразвар Дает Брифаер Это еще Кто кого Ганга Лол Временем На Топе Забрали Лайфселера Через Хроносферу И Должны Забрать Лину Ну И Кажется Халява Для FTD Клабси Здесь Закончилась Вообще Это Очень Крутое Решение От них Респект Уважуха То Что Они Играют Против Команды Которая Является Здесь Явным Лидером И фаворитом В этой Встречи И Пошли В Агрессивную Триплу Тем Самым Показав Ребята Мы Вас Не Боимся Да Нам Вообще Целиком Пофиг Кто Вы Такие Мы Вы 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 Легчайшую Забрали ФБ Ну Отдали Отдали Собственно Триплу То У нас Седьмая Минута Или Возвращаются Да Посмотрите Возвращаются 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 А те Времени У Акса Вангвард Шестая Минута Добрый вечер Акс Вангвард В свою очередь Фейсли Сводит Имеет Сего По чуть-чуть Но зато Водит Сирилизовал Себя Акс Вовремя Тритянулся То есть Это Самое Профитное Акс Акс Хрона Пришел Поставил На одного Двоих Вернулся На лейн Но Проблема В том Против Акс Не Может Конечно Фармить То есть Своих Полностью Обнаглял Он понимает Что его Убить Очень Тяжело Пришел Конечно Акс Но Такое Ну что Ли Есть Рыв Ролин Болдер Болдер Смэш Феррари Станом Не попадает Лина На развороте Надо зацепить Кого-то Ну Акс Такая Себе Цель Конечно Под Вангвардом Замакшен Хеликсом Ну Все Акс Нужно В леса Уходить Там Какой Небудь Блинк Делать Себе Не знаю Во что Здесь Пойдет Лексус Лекас Лекас Конечно Ж Там Тем временем У нас На топе Оставляют Гули С Асларком 1 на 1 Давайте Посмотрим На Нетворсе Что у нас Там Под Драгон На Топовый Нетворс Опережает Он Инвокера Почти На Тысячу Ого Ого Хотя Кстати Говоря По Крепам Они Идут Инвокер 32 на 1 ДК 45 А9 Но Феррари Перекайшил С его оппонента Ну и Более того Инвокер В таверне Туже Допобывал Немножечко Успокоилась Игра Разумеется Нужно Подобрать Там Своего Тиммейта И Думу Что С Асларком Конечно Здесь Беда Печаль Обратите Внимание IG Раз Infuse Raindrops 2 Капелька Не понимаю Что FTD Пик Силен Сейчас будет Они соберутся вместе У них хороший Magic Проказ И Лина И Бола И разумеется Инвокер Но опять Такие Вот эти капли Очень четко Не вилеры То есть Без того Жирный Пик У IG Даже На такой Стадии С этими Каплями Будет Просто Непробиваемый Ну и Надежда Просто На парня В наморднике Когда его Спустят С цепи Вообще Здесь Лекас Уже готов Сорваться У него еще Буквально Пару минут Вот такого Фрифарма Под присмотром Вайда Ну а Поэтому вообще Ничего не Можешь Сделать Вообще Интересно Будет Как Здесь Будут Убивать ДК И как Здесь Будут Убивать Акса Вообще Вот На стадии Пика Банов Затрогивая Тему Про то С кем Здесь Будет Лавстиллер Комбин Тинфестить Да То что Тайтхантер В бане Пак В бане Ну Тунакс Да То есть Выносит Здесь Себе Лекас Какой-то Блинк Таггер Разумеется И с этим Блинком Уже Можно Будет Что-то Придумать Да Решили У нас Китайцы Немножко Подфармить Они Это Делать Любят Но Только Я Хотел Здесь Немножечко Проанализировать Кому В Китае Фармить Хорошо Как только IG Сразу Выходит В смаке Байт На Драгон Найт Ну Такой Себе Байт Здесь Не Каждый Захочет На него Еще И Выйти Ну Или Все Так Пойдут Акс 1500 Манит На руках Таура Заканчивается Фортификацион Прожали Врыв На Феррари Не попадает Торспирит Торспирит Зажимается В кустах Ворвался Эксэс Не получается Разбить Хроносферу Он под Колдснэпом Эксэс Хороший Камень Эксэс Загрев Лекс Прекрасный Колденбрейс От Винтера Верно Стан От Лины Тут не хватает Не хватает Лагуны Господи Как они его Долго убивали И все же не убили Дум у нас Тем временем Дается на Госта Пришел Пришел Лайфсильвер Да Лучше бы не приходил Подумал Наверное Майнкерри Команды FTD Ну его нафиг Ну Просто теряет время Что делают Здесь Аксэ Компания Непонятно Банали бы отдали В этот тавр На Аксэр Аксэр Че Серьезно Ребят Да Несерьезно Несерьезно Подумал Но в итоге Из всего этого Конечно выиграли Здесь Наверное Мне все таки Кажется Ребята из FTD Несмотря на то Что они потеряли Майнкерри Заданали тавр Раз Потрачена Хроносфера То есть В Аксэ Что публику Сейчас будет Блинкдаггер Хронокд И под все это дело Можно будет подраться Вообще в идеале Если Акс Сейчас бы не бегал Доформил Уже бы себе Блинк Может быть даже Под конец Замеса Ворвался Ну такое Здесь отличная рука Ходека Но если он Пойдет в Армлет То я не знаю Это будет Эквивалент Рошану Только Здесь из Феррари Ничего выпадать Не будет Я хз По-моему даже Рошан будет Убить Быстрее и проще Ну с ларак Появляется Хэнд оф Миддус Ну вполне Логично Разумное решение Все таки У Квиди Игра вообще Не пошла Агрессивно Триплак К нему пришла И надо что то Как это придумать А на все время Реализация Блинкдаггера Намечается От Лекса И Лины Надо конечно С собой Лайфстиллер Захватить Да заинфестить Но Лайфстиллер Там сам Себе Выносит Армлет Вангвардик Появляется У Вайда Блин Куда же им столько жира Я не понимаю У них столько жира Ну мама не горюй Акс Вид Вайда Под крипами Можно Можно прыгать И здесь уже Дум Дум Есть ультимейт У Дум Кстати баклер Они еще вдвоем Не имею Разумеется Ребята Из IG Здесь всех Навалят Ну какой то Прям Лютый Пиракворк У нас начинается К сожалению Так давайте мы Не будем смотреть На героя 3 Перезайдем Перезайдем Сларк отправляется В могилу Да нет 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 Там все таки В таверну Так ну что ж Забирают инвокера Забирают разумеется Лину Забирают Эболу Да Перезашли бы в игру Но ничего не изменилось Тим вайп от команды FTD Club C Что то ребята Поплыли Настолько Поплыли Блин А начинали очень хорошо Честно говоря Я даже не ожидал То что На Физбладе Они Квиди сольют Возможно даже И Майнкерри Команды IG Так же об этом Не подумал Да Но будем надеяться Дальше нам повезет Гораздо лучше В плане Этих лагов Ох Ох Ё-моё Ну Уже и Доту Крэшит Да Приношу Свои извинения Господа К сожалению Этот фактор Целикой Полностью Не зависящий От меня Ох Давайте Заставочку вам Поставлю Такое Только возможно В Китае А потом Мы удивляемся А почему У них Мейджор Такого уровня Да Да Не банально Блин Что не турнир С участием Любого уровня Команд Все время Какой-то Какой-то 2-2-8 Происходит Ну ладненько Ладненько Не Дезморалить Правильно Смотрим Смотрим Конечно же Все-таки Матчи сегодня Будет огромное Количество И Всю Ту самую Китайскую суть Хорошей Качественной игры Мы с вами Увидим А на все время 2-11 Феррари Мчит свою команду Вперед Феррари с арблетом Феррари на хосте И Феррари идет За мясом Вот он Инвокерок Вот Феррари Конечно Один против троих Вгрызается Него Сам страйк Ну Ё-моё Да шо ж такое-то А Ух Жара Давайте пробуем еще раз А Мх-мых-мы у нас прямо с вами такой ламповый ламповый стримчанский получается поэтому тем более огромное количество тут лагов временами да хотя вот начинал все хорошо он более-менее отпустил более меня отпустил это независимо от того там замеса 5 на 5 1 на 1 там не знаю он так вот бабоку может афк шить вконтакте и все же может лагать не обязательно пишите конечно пишите все что вы думаете все что вы чувствуете все что вы видите в чате на твиче и разумеется будем с вами синергировать налаживать связь на с вами счет 3 11 и вот казалось бы по те самые эпические дропы может уже все гасит уши пошли отсюда ничего подобного айджи вперед не идут но не стали не стали как-то форсить на события ну и банально им просто нечем да окей у них может ломать здание рыцарь и дракон но одного его мало то есть мы в очередной рассмотрим на их пик это жир очень много жира ну а нужен хоть какой-то до урон толковый ну кстати говоря вас ларка обратить внимание вот еще недавно появилась хэнд оф минус есть уже shadow blade qd загорли сан страйк геомати грех до свидания нормально нормально давай посмотрим на графике преимущество зайджи 6000 по экспириенсу тоже самое здесь уже пацаны пришли хороший блин каут от акса и издумна акса ну и храна сфера лайфсилера немножечко выключили сбой проказ от инвокера неплохо посмотрите кого посмотрите что идет в тебе они комбатч линзер керс конечно неплохой здесь был забрели всего лишь одну лину ferrari low hp загорли драгона это не получилось добить акса драгона это но икс ос ой 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 опен ваусный виз лекас украл у него вис прямо из-под носа это было так близко ну чтож и тим вайп от команды g а все началось с товарища спарк они наверное правильно будет сказать ребятки пожадничали просто пожадничали 6 200 нанесли урона лайфсилер 2500 несмотря на то что лайфсилер у нас простоял половину замеса в хроносфере то есть эта хрона с одной стороны была и хорошая с другой стороны и жадная на все таки у вас и лера пока такой себе дпс руки у него все лишь фейзер армлет но перспективе разумеется гос будет навалить все таки надо понимать что сейчас у ftd клапси очень сильным для силен прокаст а именно акс через инфест все это под агром и на этот агр там залетает кольце санстрайк то может быть или на какую-то кнопку нажмет то есть небольшое расстояние на карте да а именно ауе агро акса залетает огромное количество урона вот пока этим и силен конечно тимфайт команды ftd клапси да и вот так сидишь и задумываешься блин а может быть там один прекрасный момент этого жира тогда и не хватит и фьюжио блейд появляется вода радует мне конечно наши номинальные оффлейнеры хоть и стояли они один один у них очень много хотя конечно акс по натворцу в середине таблицы но вот айтем билды хорошие интересные может быть вангвард здесь такое лишнее но опять-таки вангвард у нас сайт м который имеет и лейт потенциал на 87 доте 87 патче поэтому кто его знает хотя конечно с башер очкам то не стакается да да я все жду каждый раз знаю что не складывается с эффектом от артефакта скал башер и каждый раз надеюсь что пофиксили пофиксили апнули без того нынче в прошлом конечно и буха если свайда ну что хотят на рашан здесь эти айджи боятся нет у них толково вижна на оппонента и бегают в пятером но пока сларка нету в игре то есть так виде хенд оф минус у него и shadow blade вроде shadow blade дом можно нам как фраги нарезать надо понимать здесь все-таки сларк такой себе да он уйдет там shadow dance будешь быть shadow blade куда-то там downs да спаун с кусты но разумеется на любого сварка здесь найдется свой акс и его сразу же загорит да очень любят в китае на думе брать просто баклер баклер в транквилы причем вот такой интересный интересная вещь у дума баклер у вайда вангвард но это нормально это абсолютно нормально более того это логично разумно и целиком оправданно да там тем временем он появляется в дискорд у ксяо гунжу это очень круто у него конечно первый геомантик грипп и по экспириенсу они с линой на последнем месте по лаву лан своей команде ну а тем не менее под вейлом проказ будет очень крутой ой 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 блин вот это конечно крутизна китайской доты я честно говоря не поверил что это такое а потом вспомнил да в китае них же айтемы различаются ну ка если вот сейчас посмотреть в лавке будет показываться нет у них по моему раньше маски маска смерти по моему по другому была если кто-то купит по идее я не знаю изменили не изменили в лавке наверно как в родном клиенте показывается да это круто вот такой у них интересный blackmail да 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 потому что у нас видите вот такую ну восток дело тонко один из тысяч топовый нетворс за инвокером лайфстиллер у нас бегает в граммозавре лассирера саши яши не знаю насколько здесь правильное решение сейчас и граммозавре они конечно могут попушить почему бы нет но хотелось бы хотелось бы увидеть то что он запрыгивает в акса с намордником они врываются то что вот это за прокаст они на 1500 хп на вайде могут изи сбрить но опять таки здесь очень крутой по цейфу айджи то есть врываешься на вайда большой толпой тебя сразу виверна на виверна фокусе вырываясь на виверна тебя будет накрывает забегает граммозавр разумеется никого не боится может себе гос так позволить жира очень много бафнул ну и тавр второй как не хотят отдавать здесь айджи и подраться могут и сдать могут пока у нас эти и другие позиционкой занимаются разумеется вайду нужен какой-то толковый вижен разумеется будет также на передовой стоять и торговать лицом но выйду нужен полноценный спейс во время сларк у нас блэкин баром также бкб будет и у драгонайта ну что кто кого шестьдесят два плюс девять или сто двадцать плюс девятнадцать кто задонает грамма граммозавр ой 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 и бежать бежать сразу же вот это реально жестко до феррари ну там конечно урон вообще не имел абсолютно никакого значения поскольку глиф прожимали на лоху пэл тавр и там просто у кого кто будет ближе к тавру у кого скорость атаки будет лучше короче зафейлил феррари другими словами репорт да появляется второй блоки бар в команде вайджи дума с блинком ну и смотрим на графике преимущества джита тает было 6 ка уже 3000 по экспириенсу но по экспириенсу кстати говоря у них десятка все таки 2 хенд оф мидоса дают о себе знать но то разбивать смол хотя да не подраться ну конечно конечно надо 2 бкб плюс дум есть хорошо ворвется но любого абсолютно кидает ультимейт включая до замеса так же очень круто но со временем также замеса от ftd клапси но у них не все таки подтягивается гуля и в спину вы смотрите в спину выходит там тем временем зацепили сларка сларк минус есть байбэк у сларка вендор керс на акси аугон джу эрспирит накинул выл но не кинул магната из ксен кен так направляются в таверну байбэк идет от болы ну и минус акс ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй запрыгнул со временем ластилер в крипа байбэк сделал и бола байбэк как мы видим не оправданный но может быть сейчас что-то получится что-то да придумать под этого лайфсилера как-то ворваться выл откатился лайфсилер раздуплился будет ой сетка хорошо гос кидает опи манс на дума ворвался эбола магната из по троим под вейлом как много урона посмотрите как тает у них а п у этого жира но и болоте ну и серьезно ребята и болота круто ворвался вы его кинули может посчитали не знаю не было смысла полегли бы там все но тем не менее эбола сделал байбэк байбэк не реализовал фиданул 917 знакомьтесь ftd club c да все дело идет к рошану пора бы забирать этого рейд босса ultimate work появляется в эксесса нужно выходить разумеется какой-то манта стайл а с диффузами очень красиво смотрится так батл фьюри убита фотосфере 150 челиков хроносфера на вот это классный показатель ни разу не видел хроносфера на 2 плюс героях 172 ничего себе блин раз есть такой показатель надо тогда вести хроносферу в пустоту не не так хроносфер в пустоту это хреново золотые купола там поставлены да там 200 вот это было бы красиво ну кстати говоря количество побед относительно количества хроносфер на 2 плюс герой посмотрите просто на этот параметр у него хроносфер на 2 плюс героя 172 а побед 13 вопрос какой винрейт у эксесса на войде у нас айджи в смаке во вражеском лесу акс у нас будет выходить в аганимчик нужно саппорта поднимать у фт клапсе 11 ла ла просто кровь из носу нужно но это не дело что за бред вот ибола уже десять с половиной там те время сильверейдж появляется у сларка вот это будет огромная головная боль для ну в первую очередь для акса конечно же акс не крутится это очень жестко лассиллер конечно такое своим отхилом но и тоже по нему лишним дать не будет идут в айджи у нас в атаку есть них агрессивный вар центр леса сларк помаковал ребята у меня аура пропала ребята надо довородить на нас тем временем лайфстиллер в големе не было громозавров решил забрать голема напоминаю что матч формате best of 2 и эта игра номер один но все время на топе подпушил линию здесь акс акса разумеется с телепортом вот если вот мы смотрим на текущую ситуацию в пике команды в айджи у них но если откинуть дабл дэмэдж у ferrari да то есть здесь толкового урона нету здесь тоже нету здесь нету здесь нету здесь я имею ввиду что прям какие-то рвачи там ворвался у калина там раздавая бирс дэмэдж здесь там как-то за камели мы еще не раз с вами видели акции ластера пока здесь ну айджи виталити все в этом плане скучно но жир огромный жир потенциал разумеется дает им возможность больше находиться в замесе и соответственно больше выдавать дэмэдж ластер это у нас выходит будет выходить миллионер это очень круто или себя там накидывать и на акса в первую очередь то есть там акции контр хеликсом будет всех бахать всех бахать пюр дэмэджем да еще и молнии магическим дэмжем а если он ровно поставил 13 игр назад конечно конечно и такое тоже возможно я ни в коем случае не занижаю танки игровых достоинств xs и просто такой интересный момент из серии случайность не думаю да на такую и морталка золотые купола да точняк слушайте действительно господа кто у нас шарит кто у нас шарит у кого руки растут из плеч да кто у нас там может как называется дота шоп воркшоп сделайте морку и морковку на фейслис вайде что он врывается ставить золотой купол зубу гром это не поймут вообще ни разу но у нас на снг сцене это и морков и морков просто выйдет в топ просто выйдет в топ вы станете самыми богатыми даже если сам богатыми то самыми крутыми вайдами на свете да и никнейм мы подпишите и никнейм господина который предложил данную идею скитар 91 конечно про него тоже не забудьте так и уже не будет рофлов какие у тебя золотые купола потому что купола действительно будут золотые так ну что ж господа рошан в игре есть или рошана в игре нет считает айджи да рошана в игре нет считает айджи но точно также видимо считает и ftd club c ну раз они так считают то и мы так считаем почему бы не попармить да это очень круто игра которая у нас могла закончиться на минут за 1517 заканчивается для кьян кьяна на 34 на нем дом минус дом а вот и золотой купол красиво плюс один кру не сразу и мордолка заехала хорошо ли на успех ли раз топа ой 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 баш с первой тычки это откуда такой красивой ну или на нет я думал да ладно еще с первой тычки ничего себе блин а этот парень интересный и этот парень интересный давайте поподробнее ознакомимся но для начала с файд рекапом что он здесь принципе произошло да то есть врыв был от спарка ну а дальше ничего интересного но и поподробнее ознакомимся свой дом убита в хроносфере 180 да это не зачет хрона там было в помойку поставлено бёрнинг смотрелся мигу еще подпись внизу ну б джао вот сын это x гуан джан приходит фили клапси побороться за рошана но уже добились здесь ребята из айджи аега достается сларку ну и что у вас нет вижна на инвокера серьезно конечно из по центре там вышел к океан но такое смотрим мы с вами на графике здесь преимущество почти десятка за и джи по экспириенсу они уже опережать своих оппонентов почти 20 тысяч но и сам главный банально будет заверш там 2 хэндов пинтесса да там медас на думе медас на сларке тот самый сларк который у нас отъехал на фб этот самый сларк который не фармил начали этот самый сларк который себе разумеется соберет в скором времени а я в скале конечно же из положительного момента для ftd клапси можно отметить разве что верхнюю линию запушили у своих оппонентов но из негативных драгон найт забирает здесь алина ой 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 вот это красиво красиво от аксесс франсфера просто шикарнейший феррари дисплейш дэмэджа наваливает по оппонентам это минус мейн кэри команды ftd клапси даблкил для драгон найта минус ксяу гонжу и нет просвета мейн вокера ну и вокера конечно также бы отправили в братскую могилу к своим тиммейтам но в очередной раз гост волк его спасает то ли же спасает просто отсутствие конечно же отсутствие детекшена на английском у ребят из команды и можно подпушить правильно конечно же форма у дк еще и имеется нужен вокера выигрывать как то время но здесь вот что сейчас хотел сделать воид вы поняли вы просто поняли что здесь хотел сделать access во первых он здесь конечно выживает ай волк откатил дэмэдж бывает инвокера просто с того момента на нижней линии где он два раза пропёрся на двух разных героев башня первой рычки он понял мне можно в этой игре все он тут главный но не тут то было ошибается ронг немножечко передавили такая снг дота сейчас была у нас в исполнении китайских коллективу и получили конечно за это по шапке блин даги появляется вайда вторые дефуза манта стайл вангвард ну и блин господа а кто шарит у нас как только игра начиналась но может быть еще если сегодня увижу но вот в этой игре сегодня мы с вами увидим конечно не раз в этой игре так у нас тем временем радар на кьян кьяна здесь киде с попозже вам донесу свою интересную мысль в скобочках нет кень кьян умирает кень кьян умирает даже из тана не успел видеть так вот сейчас у нас инвокер через 80 секунд появится если ничего не будет на карте покажу появляется игроки ставерна с такой аурой по-моему это никакая не какая-то дополнительная плюшка компеним ой зацепили ронг очень много крипов он без шансов для него да здесь вот сейчас конечно акс сыграл очень красиво молодец ferrari с дабл дэмиджа вот как не посмотришь на него в этой игре у него всегда дабл дэмидж то есть у вайда баша с первой тычки у ferrari всегда дабл дэмидж что у нас там по байбэку по байкам беда печаль у нас сфера по двоим шикарно фокус пошел по лину минус лин линь без байбэка вгрызать вся у гонжу из баша да кто ж тебя здесь из башей ты выпустит дабл килл для xs минус или екос но и байбэк только одно акса сторону придется отдавать конечно мега грипов здесь ребята из айджи не сделают поскольку есть у ftd клапсе на т2 на топе но сторону по центру они конечно потеряют хотя вот так с байбэк ну что фидонем в последний раз но не будем рабами ворвал с xs таймдалейшн кюди киди с аегисом ему вообще по барабану это минус акс после байбэка это минус лайфстиллер ну и кажется это минус игра похоже дело это было на какой-то последний деф смотрите пока еще не пишут ггвп молодцы молодцы может быть уже там обсуждают игру как мы будем играть следующую вкладку да все таки напоминаю что это матч формате раунд робин и команда которая здесь проиграть будет бороться соответственно следующий матч и только за ничью ну ferrari зают за лицевых тиммейт ребята давайте как на 32 минуте фидонем под фонтаном но ничего не снесем а давай говорят ему тиммейты он центр то забрали конечно дум такой ребята я с вами я тоже хочу пофигеть забирает разумеется вторую сторону также здесь без боя предварительно конечно повоевав под фонтаном но только отсутствие очень наличие т2 на топе разве что сдерживает ftd клапси от миг крипов а вот такое то интересное решение а я в скаде на драгонайте то есть здесь под армлетом у него будет сколько нам 4к хп до как-то убивать под блокинг баром кто-нибудь знает не понятно это вип аккаунты блин ну не не знаю вип не вип у меня тоже так иногда получается я считаю это не вип аккаунты я считаю это благословление гейба то есть но сегодня просто твой день сегодня твой день когда ты можешь уходить на руны и там до появления заказывай там гейб хочу хосту будет тебе хоста хочу регенчик у меня лоха п будьте регенчик хочу башь с первой . как xs да пожалуйста башь и последующему герой с первой . пожалуйста хроносфер на троих гейб хочу пожалуйста ну вот то есть как говорится в нужном месте в нужное время в нужной катке до правильно будет сказать так ребята из fd club c молодцы они не сдаются они идут вперед и идут не в том направлении они идут за своими оппонентами оппонент конечно здесь доминировать целиком полностью здесь у вайда намечается баттерфлай ну и 30 тысяч нетворс по экспириенсу та же самая ситуевина для эти дик лапси в позиции к сяо гонжу в позиции ребята ждем крипы близко крипы появились сейчас следом пойдут герои просто ждем ну а тем временем забирают мейн кэри блин но забавная история конечно так и хочется провести какую-то аналогию с публичными играми там мало что было бы если в папочке но разумеется хоть игра то одна и та же но никакой аналогии там солая в рмм там спать рмм даже рядом смысла не имеет но выглядит конечно забавно следующая игра которую мы с вами будем смотреть это ой а об этом я вам скажу конечно по завершении этого матча во первых следующая игра которую мы с смотреть это ftd клапси против айджи тем временем кроны здесь по одному по троим точнее от эксцесса конечно же сразу минус 2 лин успел убежать на фонтан ну и гг пишем киан киан значит господа следующая карта мы продолжаем с вами смотреть за ftd клапси против айджи где ftd будут бороться за ничего других вариантов у них нет соответственно и джи виталий айджи будут играть на победку далее у нас будет небольшой перерыв и мы с вами отправимся на следующий матч играть будут так сейчас скажу кто мочи все будет огромное количество как